Долгожданное новоселье в скором времени отметит 116 обладателей новых квартир в доме номер один по улице Шевецова. В пятиэтажную новостройку, расположенную в районе старого аэропорта, переедут переселенцы из ветхого и аварийного жилфонда. Также часть квартир этого дома предназначена для льготных категорий граждан. Это семьи с инвалидами и вдовы участников Великой Отечественной войны. Еще восемь квартир получат дети-сироты. Своё новоселье они отметят в домах номер 11 и 16 по улице Заводская. В настоящее время квартиры переданы из государственной собственности округа в собственность города. Новый шестисекционный дом на Шевецова-1 сейчас пустует. Но, возможно, уже летом сюда начнут заселяться жители старых деревяшек. Благоустроенные квартиры построены в рамках государственной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда. В настоящее время имущество уже передано из собственности округа городу. Из шестисекционного дома мы исключили всего лишь четыре квартиры. Это было сделано для исполнения решений судов, которые приняты сегодня в отношении Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты, для предоставления семьям с инвалидами. И две квартиры будут предоставлены также по 702 окружному закону вдовам участников Великой Отечественной войны. Также в этом новом доме. Это однокомнатные квартиры для инвалидов. Одна двухкомнатная, одна однокомнатная квартира. Еще восемь благоустроенных квартир в домах номер 11 и 16 по улице Заводская получат дети-сироты. По словам Анастасии Голговской, все организационные моменты уже завершены. Осталось только получить разрешение окружной межведомственной комиссии. Она должна решить, подходят ли данные квартиры под специализированный жилфонд. Мы смотрим, чтобы, во-первых, те коммунальные услуги, которые предусмотрены проектом дома, чтобы они, скажем, предоставлялись без проблем, бесперебойно. То есть проверяли работоспособность систем водоснабжения, канализацию, чтобы отводилась электрика, все работает. То есть, ну, газ пока еще не подключен, поскольку, то есть, уже жильцы будут конкретно въезжать и будут подключаться. То есть, ну, в принципе, впечатление нормальное. Сейчас представители комиссии провели визуальный осмотр и фотофиксацию всех помещений. Окончательное решение о соответствии или несоответствии жилых помещений специализированному жилфонду будет принято уже в пятницу.